Эти врачи помогли появиться на свет не одной сотне малышей. Много лет они работали в родильном доме на Кировке, а теперь пришли в новый центр материнства и детства в Мишутне посмотреть, в каких условиях трудятся их молодые коллеги. 15 женщин, отдавших акушерство и гинекологии, большую часть своей жизни прошли по новому роддому, открытие которого они ждали много лет. Во-первых, никто не оценит его лучше, чем профессионалы, раз. Во-вторых, эти люди, которые отработали не один десяток лет на улице Кирова в старом роддоме, а есть среди них те, которые даже открывали этот роддом на улице Кирова. И не секрет, что то здание морально устарело не вчера и не позавчера, а лет 20 назад, если не больше. Потому что роддом постройки, если я не ошибаюсь, на улице Кирова был 1953 года. И они ждали открытия нового центра акушерства достаточно долго, еще работают там. На экскурсии врачам показали новые операционные кабинеты приема врачей-гинекологов. Все это, по мнению людей, отдавших отрасли не менее 40 лет, нельзя сравнивать с тем, что было. Само здание, само все медицинское оборудование. Потом, видимо, обслуживание. Потому что я в 65-м году начала работать. У нас дежурил один только врач. Анестезиолога не было, операционная сестра была только днем, анестезисток не было. Только один дежурный врач был. Так что проблем было очень много. Сейчас намного лучше и анестезиологи, и анестезистки, и операционные сестры. В общем, кадры сейчас намного лучше. Лидия Ивановна Перепелкина отработала в гинекологии 55 лет. 45 из них была старшей акушеркой. Она была на открытии роддома на улице Кирова в 1953 году. О старом роддоме сохранила только хорошие воспоминания. О дружбе в коллективе, о наставничестве. В новом перинатальном центре самое большое впечатление произвел масштаб здания. Но там мы жили, очень уютно было. По тем временам это был тоже хороший родильный дом. А сейчас, конечно, уже не сравнить. Здесь тоже нам очень понравилось, очень хорошо. И все довольны, женщины и мы, сотрудники. Вот что сегодня самое большое впечатление на вас произвело? Самое хорошее, что здесь вот еще отдельные палаты послеродовые. После родовой палаты женщины, значит, находятся вместе с своим ребеночком. Очень хорошо. У нас такого, конечно, там не было. Вере Васильевне Казаковой довелось поработать и в старом роддоме, и в новом центре. Она вспоминает, что говорить о строительстве нового роддома начали еще в 80-х годах. Старый дом перестал отвечать современным санитарным нормам и нормам пребывания уже давно. В перинатальном центре в Мишутине эти нормы соблюдены. Есть самое современное оборудование. Мы очень хотим, чтобы женщины нашего района, приезжие женщины, не верили в то, что говорят, в общем-то, по старинке, как про тот роддом говорили, что здесь плохо, что у нас не работает оборудование, что мы не умеем с ним обращаться. Мы умеем с ним обращаться. У нас новейшее оборудование. Мы можем оказывать помощь и новорожденным, и беременным, и гинекологическим больным в полном объеме, как любой перинатальный центр. В завершении экскурсии ветераны от медицины отметили, что, конечно, хотели бы успеть поработать в таких условиях. Посмотреть, что за условия собственными глазами могут все желающие. Экскурсии проводятся еженедельно, по средам и субботам в 13 часов. Предварительная запись на экскурсию не требуется. Алена Ромашкина, Кирилл Емельянов. Тема.